Добрый день, уважаемый зритель! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции видеоролика следующая. Человек задыхается. Пожалуйста, будьте внимательны. Кому непонятно слово задыхается, то мы сразу ответим вам, уважаемый зритель. Помните, когда человек задыхается, не может, скажем так, наладить свой дыхательный процесс, ритм. Ну, во-первых, потому что он никогда, человек не следил за своим дыхательным процессом, никогда его не тренировал, не совершенствовал. И здесь мы говорим, что человек все-таки столкнется с таким, что всю свою жизнь попросту время тратит, тратит. А потом, когда случается та или иная болезнь, он раз и хочет буквально за неделю восстановить свое дыхание. Так вот, когда человек задыхается, здесь можно с полной ответственностью, уверенностью сказать, что здесь не только проблема в меридиане желчного пузыря, хотя он и контролирует горло, легкие, диафрагму и все дыхательные процессы, которые человек делает своим организмом. Рефлекторно пускай делает, пускай не наблюдает, но тем не менее, рано или поздно, неправильное дыхание скажется при любом заболевании. Помните, любое заболевание, то ли грипп, ОРЗ, ОРВИ, и там, скажем так, даже простой насморк, это и есть нарушение дыхания человека, ритма. Вследствие чего, легкие не наполняются, вот скажем так, то есть не происходит газообмен, легкие не наполняются естественной природной ики, этой ики не хватает для всего организма, ки в переводе с китая, с японского энергии, не хватает этой энергии, кийцы, и человек что, начинает потихонечку задыхаться. Вследствие чего, ему что, на первом этапе нужно правильно учиться дышать. И поверьте, в панацеи дыхание стоит на первом месте. А при чем здесь меридиан желчного пузыря и точка ВБ-41? Ну мы уже повторимся и скажем, что многие люди не могут дать объяснение, откуда начинается у человека задышка, откуда этот не приступ, а это состояние приходит. Не путайте состояние приступа, когда человек не может сделать полный вдох и выдох, это одно. А когда человек задыхается, это совершенно другое. Вот понаблюдайте за собой, посмотрите, откуда приходит приступ, то есть не приступ, а ваше неправильное дыхание. И когда вы разгадаете эту маленькую тайну и начнете что, просто-напросто учиться правильно дышать. Почему? Потому что когда человек правильно дышит, прежде всего работает легочная артерия, которая так наши врачи почему-то западные не говорят по телевизору в рекламах. Вот почему все говорят, там вот надо кушать, там витамины кушать, там все. Но почему-то никто не говорит о легочной артерии, которая точно так же, что питает наше сердце, наши органы, нашу кровь снабжает, чем кислородом, который доносится до каждой клеточки. И мы уже знаем на сегодняшний день, что общее энергетическое состояние является основой всех болезней. Если у человека, мы вернемся сейчас с первой минуты нашей видео, если у человека, человек задыхается, это показание всего энергетического баланса. То ли баланс весь воспален, здесь диагностика 12 меридианов нужна и необходима, то ли она слабая, вялая. Это может привести к чему? Что у человека начинается, что задышка. Он начинает задыхаться. Приведу пример. Мы взяли один меридиан, всего лишь меридиан желчного пузыря. Но здесь проходят практически все 12 меридианов, которые контролируют грудную полость. И вот представьте, во всех этих 12 меридианах энергия воспалилась. Она поднялась и остановилась в грудной полости. Энергия ЦИК. Вследствие еще человека начинает задышка. Ему надо, чтобы эта энергия вышла. А он не может. У него все блокировано. Вследствие воспалительного процесса. Далее. Все 12 меридианов у человека по диагностике показали, простите, слабый, вялый. Что энергетика? Энергетика не поднимается с нижних и ручных меридианов, не контролирует грудную полость. Вследствие чего эти меридианы недополучают энергию ЦИК природную. Вследствие чего спазмы, боли и все различные виды задышки, которые человек объяснить не может. Хотя все анализы, все исследования показали, что у человека физическое тело здоровое. Если вам анализы показывают, что физическое тело здоровое, ищите проблему в энергетическом. И точка ВВ-41 дзюлинцы вам в помощь. Помните, это универсальная точка, которая может при правильном диагностировании показать и сгармонизировать сразу вверх и вниз и убрать избыток энергии, который точно может привести к чему? К задышке. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.